Глава 30. Наташке все же удалось сообщить о произошедшем. Она с облегчением услышала, что где-то вдалеке завыли сирены. «Их спасут! Их обязательно спасут! Что бы там в доме ни случилось! Нет, все нормально должно быть!» — повторяла она про себя. Вдруг она услышала, что кто-то пытается открыть дверь. Роман установил какой-то хитрый замок. «Значит, это не Рома, если открыть не могут!» Наташка, прижимаясь к стене дома, переместилась за угол и укрылась за кучей оставшихся строительных материалов, нежива-немертва от страха. Дверь выбивали ногами, стреляли, и когда цель была достигнута, двое людей в масках выскочили из дома, сели в машину и уехали. Убежали. Лиц их она не видела. Какие-то мгновения пролетели. А Наташке они показались целой вечностью. Она вбежала в дом. Роман лежал на полу, прижимая руку в груди. «Ромочка!» — кинулась к нему Наташка и упала на колени. «Что? Что же это?» Отец пришел в себя и сел, потирая голову. «Наташа, ты прости меня», — хрипло выговорил Роман, — «что подверг вас опасности. Наверное, не смогу я на тебе жениться. Ни судьба». «Рома, что ты говоришь?» — плакала Наташка. «Ты выздоровеешь. У нас ребенок». «Роман, ты держись. Скорая едет, слышишь? Не бросай их», — подходя, сказал отец. «О, батя, не смогу я. Наташа. Ребенка береги. И еще, Наташа, деньги знаешь где? Там. Я им не отдал и не нашли. Вам на всю жизнь хватит. Я тебя одну любил. Прости меня. Прощай, Наташка». Речь Романа стала бессвязной. Он потерял сознание, и приехавшая скорая уже не могла ему ничем помочь. Наташка сидела за столом в невесте, откуда взявшемся черном платке, и смотрела в одну точку. Слез уже не было. Было горько внутри. У них должна быть свадьба, а вместо нее — похороны. Парни казака все устроили. Рома. Его больше нет. Как же теперь без него? Наташка была в шоке. В голове не укладывалась у нее, что Романа больше нет. Кристина притихла, видя, что мать не в себе. Они с Альбиной прятались в комнате в ту ночь и ничего не видели. Когда прозвучали выстрелы, Альбину чуть удар не хватил. И как же она была рада, что Виктор жив. Только руку ему сломали. Да уж, съездили в гости. Альбина хлопотала, приносила, уносила. Кто-то из женщин помогал ей. Наташке было все равно. Люди сидели за столом. Поминали Романа. Кто они? Кроме бугая и ребят Романа Наташка никого не знала. Она сидела, как льдина. К ней кто-то подходил, какие-то люди говорили какие-то слова, как во сне, в страшном. Когда ты хочешь что-то сделать, но не можешь. Наташа, мы нашли их, скотов этих. Порешали их уже. Залетные. Думали казака на колени поставить, заставить работать. Главное, их вот свалил. Успел. На дно залег, сука, сказал бугай. Она безразлично кивнула. А зачем ей это? Ей все равно теперь. Да, неподходящий был момент для налета на казака. Не учли и не рассчитали бандиты, что в доме еще могут быть люди. Никто, кроме парней казака, не знал, что у него женщина и ребенок. Хотели наказать за то, что не принял их предложение и срубить с него денег по-легкому, раз работать с ними не хочет. С паршивой овцы Роман встречался с их заказчиком пару дней назад. Тот предлагал сотрудничество, свое покровительство и плату за него. Но самонадеянный Роман послал его подальше. Они давно в городе работают. Кому еще они тут должны платить? Им все платят. А делиться они ни с кем не намерены. Пришедшие не знали, что у дома охрана. Им пришлось убрать этих двоих до того, как они поднимут тревогу. А ведь они собирались всего-то еще раз попытаться более настойчиво донести до казака предложение. Но разговор снова не задался. Казак в резкой форме отказал бандитам. Рассчитывали, что припугнут, но тут вмешался мужик какой-то, да и сам Роман был хорошо подготовлен. Завязалась драка. Мужика вырубили. Старый, а сильный. А Роман бился до последнего. Им пришлось стрелять. Полученные Романом два ранения были серьезными, сказали врачи. Пробило легкое насквозь и артерию. Умер Роман от кровотечения. Две пули достигли своей цели. След от одной из них до сих пор виден на полу на плитки. Наташа тупо смотрела на него. Все разошлись. Альбина собрала со стола и стала мыть посуду. У Наташки руки не лежали ни на что. — Надо жить дальше, Наташа, — помолчав сказал отец. — Вот ведь как повернулась. Мы не оставим тебя тут, дочка. Поедем-ка домой. Опасно это. — Да, да, — закивала Альбина. — Нет, папа, — медленно сказала Наташка. — До сорока дней мы тут побудем. И Рома с нами. Он тут у себя дома. Он любил приезжать, когда все дома. — Мамочка, а папа где? — тихо спросила Кристина. — Папы нет больше, солнышко. Но ты вспоминай его, хорошо? Он столько для нас с тобой сделал. Он нас очень любил. Наташка зашлась в рыданиях. Альбина подбежала к ней и обняла. — Не плачь, голубка моя. Все кончилось. Но жизнь продолжается. Малыш у тебя внутри. Надо и о нем думать. Я, наверное, не буду его рожать, тетя Аля. Глава тридцать первая. — Как это не будешь? Да ты что? — оторопела Альбина, изумленно глядя на него. — Ты прекрати это, Наташа. Поздно уже. Раньше надо было думать. — Откуда я знала? Я двоих не вытяну, тетя Аль. — опустила голову Наташка. — Да и кому я нужна с двумя-то детьми? — Брось дурить, Наташа. Поедем в деревню. Там проще. — строго сказал отец. И вместе все будем. Проживем, поднимем. — Я же сказала, папа, что пока не поеду никуда. Я тут побуду. Пока Рома еще тут. Тут мой дом. Я его обустраивала. Куда нам из него ехать? — Не твое это все, Наташа. И еще неизвестно, как заработанное. — буркнул отец. — Может, от этого всего нужно наоборот подальше держаться? — Почему? Мы тут прописаны. Просто мужем и женой не успели стать. На глаза Наташки набежали слезы. Это несправедливо. Только стало все налаживаться. Только обжились. Да и ребенка ждали оба. Платье купила. Почему так с ней обходится судьба? Это нечестно. Да, она не знала, откуда все это. Но ведь Рома сам не велел ей задавать вопросов. Наверное, все и вправду нажито нечестно, раз забрать хотели. Даже вон человеческие жизни забрали. Не укладывалось все у Наташки в голове. — Хорошо, тогда мы поедем домой и заберем Кристину, — подумав, сказал отец. — После такого ребенку нужно успокоиться. Ты приедешь потом. — Негоже ее тут одну оставлять, Витя, — сказала Виктору уже наедине Альбина. А ну вдруг сотворит, что с ребенком? Она перекрестилась. Не дай бог. Не сотворит. С одним не сотворила. Значит, и другой родится. Взрослая она уже. Не удержишь около себя. Сама мать уже думать должна, — отрезал отец. — Эх, нанесло же нам этого романа. Жили спокойно. И вот тебе, — вздохнула Альбина. — Что поделаешь, жизнь. И их от нее не спрячешь. Полюбили. Ольга ехала в деревню для разговора с мужем. Они уже регулярно встречались с Павлом, и Оля решила, что пора бы уже и поговорить с мужем. Сергей должен отпустить ее. Павел сказал, что может сам съездить и поговорить. Но Оля как представила, что Павел может увидеть все эти условия, самого Сергея. Ну нет уж, она сама. Она посмотрела в зеркальце, поправила волосы. Оля считала себя очень красивой и постоянно теперь заботилась о себе. Павел души в ней не чаял. А Сергей в последнее время только ругань. Чистил ее последними словами. — Ну, Сергею нужна другая женщина. Попроще. Хозяйственная, деревенская. Она усмехнулась про себя. Вот зря она не дала сестре его охомутать. Зря. Вот из них бы парочка и сложилась. Сереги — Наташа, а у нее — Паша. Утонченный, галантный. А как он красиво разговаривает. Его же заслушаться можно. Культурный, статный, симпатичный. Ухаживает. Одно только омрачало эту прекрасную картину. Его мать, Фаина Арнольдовна. Оля подавила отвращение. Павел не очень хотел их знакомить, но Оля настояла. Потом только поняла, почему. Павел, смущаясь, привел ее в дом. Весь вечер эта женщина брезгливо смотрела на нее, как будто она прокаженная какая-то. А ведь всего-то и сказала, что выросла в елковке. Ну да, в деревне. И что? Всем видом Фаина Арнольдовна давала ей понять, что она не пара ее сыну, как бы он ни был в нее влюблен. Вечер прошел очень натянуто. Женщины вежливо общались, но скрыть неприязнь друг к другу не удалось. Эта старуха еще не знает, что Оля еще не развелась. Ну и черт с ней. Оля недовольно тряхнула головой. Они с ней жить не будут все равно. Она твердо решила выйти за Павла. Да, он старше нее в два раза. Но все равно для нее он отличная партия. Жена проректора все же лучше звучит, нежели жена тракториста. Еще и грубияна неотесанного. Да и вообще. У них общих тем для разговоров уже нет. Это была ошибка, юношеская влюбленность. Интересно вот только, как мать это воспримет. Оля сейчас не часто ездила к матери. И мать изменилась. Стала молчаливой, жила автоматически, ела, ходила на работу. Ждать ей было больше нечего. Оля поморщилась, отвернувшись к окну автобуса. Мама тоже. Нашла из-за кого переживать. Эх, почему все время что-то доомрачает жизнь? Почему нельзя, чтобы все было гладко? Сереж, ты дома? Она вошла в дом, внесла сумки. Тишина была ей ответом. Дома, как всегда, ее ждали дела. Она решила прибраться сразу, до его прихода, и что-то сготовить, задобрить. Взяла с собой и бутылку. На всякий случай. Разговор будет непростой. Надо как-то подготовить Серегу. Прибравшись, она принялась за готовку. Со стиркой пусть сам разбирается, решила она. Нет у нее сил стирать. Ей нужно вообще к выпускным экзаменам готовиться. А Сергея все не было. Уже и ужин остывал на столе, а хозяин домой не торопился. Ольга было задремало, как услышала звук открывающейся двери. — О-о-о! — раздался пьяный Серегин голос. — Да неужто жена моя приехала? Вот это праздник так праздник! — Опять выпил? — появилась из двери Оля, укоризненно глядя на него. — А чего это у нас и едой пахнет, и бутылка вина на столе? Что отмечаем? Или я чего позабыл? — Празднуем приезд жены! — Серега скинул куртку и швырнул ее в угол. Разулся. — Ну, давай, отметим! — засучивая рукава, он направился к столу. — Чего же добру пропадать, а? — Сергей открыл вино, налил по бокалам. — Ты есть будешь? — с тоской спросила Оля. — Не-е-е, не хочу. Выпить хочу. — Сережа, нам нужно поговорить. — Серьезно! — сказала Оля. — Батеньки, это о чем же? — удивился Сергей. — Мы что-то давно уж не разговаривали, но тем более серьезно. Он махнул стакан залпом. — Ну, рассказывай, мать, жги давай! — он стукнул по столу кулаком. — В общем, мы последнее время жили как-то не очень. Серега одобрительно кивнул в ответ, а Оля продолжала. — Ну, я подумала, что нам лучше расстаться. Не получается у нас. — Это у тебя не получается. А я женился, потому что семью хотел. И ты хотела. Или забыла? — спросил Сергей, прищурившись. — Ну, это молодость, глупость. Ну, ты же сам понимаешь. — Наверное. — Так, — внезапно нахмурился Сергей. — И к чему мы это? — Ну, в общем, понимаешь, я встретила другого человека в городе. И мне кажется, Оля не успела закончить, как у нее внезапно пропало зрение в левом глазу. Она отшатнулась. Через мгновение она поняла. — Ты что делаешь, скотина? — завизжала она и заметалась по кухне, зажимая глаз рукой. — Надо срочно что-то холодное приложить. Ты соображаешь? Как я завтра поеду? Глаз сразу набух и отек. А вот никак. Никуда ты не поедешь. Ты жена моя. Загуляла? Вот я тебя сейчас поучу, как жить замужем, раз ты до сих пор не поняла. Глава 32. Валентина уже собиралась спать. Ну, вот и день прошел. И слава богу. Теперь, кроме работы, у нее ничего не было. Работала, зарплату экономила, откладывала. Тратить было особо некуда. Как же неинтересно стала жить. Каждый день приходила с работы, ужинала, смотрела телевизор и ложилась спать. Скотину держать смысла не было. Она одна. К чему? Остались только куры. Ну, огород еще. Валентина никуда не ходила. Редко общалась с соседками. А перед сном она часто думала о дочерях. Как так получилось, что, имея двух дочерей, она осталась совсем одна? Вернуть бы все. Но это невозможно. У Ольги своя жизнь. Валентина думала и о Наташке. Как она там в городе? Мужик этот ее бандит. Ребенок с ними. Не дай бог ведь что. Но не могла Валентина переступить через себя. Как стена выросла между ними. Но тревога за младшую дочь почему-то не оставляла ее. Каждый день был похож на предыдущий. Валентина постелила себе постель и стала готовиться ко сну. Внезапно раздался стук в окно. Господи, что еще? Точно что-то случилось. К ней особо никто не ходил. Да и на дворе ночь-полночь. Валентина, вздохнув, встала, накинула поверх сорочки выцветший фланелевый халат и пошла к окну. Кто там? Крикнула, вглядываясь в темноту ночи. Увидев в окне дрожащую дочь, у нее запрыгало сердце. Она поспешила к дверям. Оля, дочка, что такое? Мама, ударил! Захлебывалась от слез Оля. Он мне лицо испортил, сволочь! Входи скорее, проворчала Валентина с досадой, втаскивая дочь за локоть. Говорили тебе, нет, замуж ей надо, срочно, а то разберут всех. Мама! Оля расплакалась еще горше. Из носа сочилась кровь. Рассказывай давай, что случилось? Валентина стала готовить примочку для глаза. Достала вату, сделала тампон и воткнула Оле в нос. Я приехала, ну, ужин приготовила, вино купила. Думаю, поговорю с ним. Цивилизованно, что мы разные люди, что у нас с ним ничего общего, и он должен меня отпустить, сквозь слезы рассказывала Оля. А он пьяный пришел. Э-э-э-э, покачала головой Валентина. Кина, что ли, насмотрелась? Цивилизованно. Да не что можно с пьяным разговоры вести. Дура, вот и получила. Так ты что, ему и про своего профессора рассказала? Валентина приложила примочку к глазу Оле. Да, сказала, что встретила человека. О-о-о-о! Валентина даже не знала, смеяться или плакать от глупости дочери. Дал бог дочерей. Ты что, сумасшедшая, что ли? Оля, ведь в институте учишься. И замуж вышла уже, а жить не научилась. Но кто ж с пьяным мужиком откровенничает про такое? Сплеснула она руками. А как, мама? Я не виновата, что этот мужлан по-хорошему не понимает. Спать ложись. Валентина пошла стелить дочери. Эх, а вот овца овцой. Завтра бодягу приложим. Пройдет быстрее. Мама, мне надо вещи забрать оттуда, прошмыгала Оля. Я одна боюсь. Не вернусь я к нему больше. Завтра решать будешь, устала сказала Валентина. Час от часу не легче. Зря, наверное, она отдала Кристинку. Наташка уже неделю сидела одна в пустом доме. Как-то тоскливо. Кристинка бы хоть бегала, как обычно. Задавала вопросы, шумела, играла. Вносила в жизнь веселую струю. Всегда с ней дома шум, суета, а сейчас пустота. Давящая тишина. Уехать в деревню, и что там? Что тут одна, что там? Нет, в деревню она точно не поедет. Тем более уже с двумя детьми. Мать ее точно тогда проклянет. Наташка вздохнула. Подперев рукой щеку, она смотрела в окно. Сколько уже дней прошло, а ничего внутри не меняется. Горечь от утраты отравляла все внутри. Ромы нет рядом. Все произошедшие события, как во сне, в страшном сне. Двое детей, а мужа нет и не было. Сначала Наташка твердо решила избавиться от ребенка и, как проводила отца с Альбиной, даже пошла к врачу. Но врач объяснил ей, что на таком сроке возможны только искусственные роды. Рассказала о последствиях. Наташка испугалась. Нет, и ребенок живой. Шевелиться нельзя с ним так. Как ей пришла в голову такая мысль. Родит она. Да, возможно, будет тяжело, но ведь Роман деньги им оставил. Как знал. Рома, Ромочка, как теперь жить без него? Как ни крути, она за ним была, как за каменной стеной. Любили, смеялись, жили. А теперь что? Ну, родит она. Кому она нужна будет? Без посторонней помощи что она сможет? Мать до сих пор с ней не разговаривает. У отца с Альбиной тоже своя семья. Хотя заверили, что помогут. Но ведь Кристинка, хотя бы внучка Альбине, а еще нерожденный малыш, ей никто. И что потом? Просто сидеть тут одной, за городом в доме или в деревне. Других вариантов нет. Ребенку скоро нужно покупать приданное, коляску. Как она одна совсем справится? Наташке стало страшно. С Кристинкой ведь ей помогала бабушка и Альбина. А тут что? Она совсем одна, а детей двое. Но надо жить дальше. Как-то утром Наташка решила положить деньги на книжку. Нужно привести в порядок свои мысли, купить приданное малышу. Дел полно. Чего она сидит кучей? Она стала собираться в город. Чтобы не привлекать к себе внимания, она завернула деньги в бумагу, положила в сумку и отправилась на автобус, чтобы доехать из пригорода до сберкассы. По дороге, глядя в окно, думала. Такой большой дом ей не нужен. Им с детьми вполне хватит и квартиры. Продать его? А как продают? Наташка не знала. Надо, наверное, у Светы спросить. Она все знает. Может, кто-то знакомый у нее есть, поможет. Наташка вышла с автобуса и пошла по дороге. За своими думами она и не заметила, как за ней подъехала серая пыльная восьмерка. Наташка услышала шум машины и хотела посторониться. Но не успела она оглянуться, как из машины выскочили два крепких парня, скрутили ей руки, схватили сзади за шею, нагнули голову и втолкнули в машину. «Вы что делаете?» Наташка опомнилась от ужаса. «Пустите меня!» Малыш внутри начал отчаянно пинаться. Наташка схватилась за живот. От страха она забыла обо всем. Сумку у нее забрали. Один из парней открыл сумку, пошарил, присвистнул, увидев деньги. «Слышь, гусь, да тут денег у нее полно! Ого! Не зря мы ее пасли!» Короче, гусь вел машину и, не глядя на Наташку, говорил. «Слышь ты, курица, сегодня же заберешь свои манатки и свалишь из дома, поняла?» «Как это?» – прошептала Наташка в ужасе. «Это мой дом! Рома нам его оставил, и я там прописана!» «Ха-а-а!» – засмеялся другой мордоворот. «Нигде ты уже не прописана, глупая баба! Все уже сделали, подмазали где надо! Никто там не прописан уже! Пикнешь – грохнем!» «Ты вообще нам не нужна вместе со своим выглядком от казака! Просто жалко тебя, дуру! Молодаешь еще!» «Если дом не освободишь, тебе конец! Наследник нам не нужен!» Наташка потрясенно молчала, переводя взгляд с одного на другого. «Выпустите меня! Заберите все! Я никому не скажу!» От страха у Наташки пересохло в горле. Она никак не могла унять сердце. Оно бешено стучало. «Конечно, не скажешь! Только вылези! Грохнем сразу!» – спокойно сказал ей гусь. Они проезжали пост ГАИ. «Надо крикнуть им! Попросить о помощи!» – пронеслось в голове у Наташки. «Но как? Окна в машине закрыты! Сейчас они подъедут поближе!» Наташка вся сжалась. «Надо стучать в окно и кричать! Милиционеры ей помогут!» Она приготовилась и напряженно ждала момент, когда они подъедут ближе. Сердце стучало, кажется, у нее в голове. И еще немного. Ага! Она начала локтем стучать в окно и изо всех сил закричала. «На помощь!» «Заткни эту тварь!» – скомандовал гусь. Ей сразу закрыли рот. И нагнули, вжали лицом в сидение. Наташка трепыхалась. Ей не хватало воздуха. «Господи! Да она сейчас умрет!» «И ребенок внутри! А как же Кристинка? Мамочки!» Наташка начала терять сознание, как услышала. «Не поняла, значит, сука! А я предупреждал!» Злобно прищурившись, сказал второй и ударил ее по лицу. «Отпустите!» – прохрепела Наташка, чувствуя вкус крови на губах. «Я больше не буду! Пожалуйста!» Наташка впала в панику. Живот ходил ходуном. «Ой! Ой!» – скорчилась от боли на заднем сидении. «Делай аккуратно!» Тихо скомандовал гусь своему дружку. Тот кивнул. Он открыл дверь и на полном ходу ногой выпихнул Наташку из машины. Глава 33. Мария Петровна и Василий Игнатьевич ехали на своей старенькой копеечке с дачи. Мария Петровна протянула мужу яблоко. Урожай нынче был хороший. «Васенька, хочешь?» «Нет, Маш!» – отказался муж. Мария Петровна с удовольствием захрустела яблоком. Василий Игнатьевич прищурился, глядя на дорогу. «А что это еще там такое?» Мария Петровна подалась вперед. «Что это там на обочине лежит? Ой, да это человек! Господи! Сбили, что ли? И уехали! Вот черти!» Василий Игнатьевич нажал на тормоз. «Вася, а может, не надо? Не вмешивайся!» – со страхом посмотрела на мужа Мария Петровна. «Мать, ты что, сошла с ума?» – укоризненно сказал Василий Игнатьевич. «Человек же лежит! Может, помощь нужна?» Василий Игнатьевич остановил машину и побежал к лежащему человеку. Мария Петровна осторожно двинулась за мужем. «Ой, да это девчонка молодая, Маша!» Василий Игнатьевич осторожно повернул Наташку с живота на спину. «Вася!» – ахнула Мария Петровна. «Да она беременная! Господи, все платье в крови! Ой!» – всхлипнула Мария Петровна. «Девочка, да кто же с тобой так?» «Маша, она дышит!» – Василий Игнатьевич прильнул к Наташке. «Давай, бери за ноги ее, несем в машину!» «Вася, а может, не надо?» – в ужасе сказала жена. «Потом еще на нас подумают, не отмоемся!» «Бери!» – сказал. «Ну!» – рыкнул на жену Василий Игнатьевич. Они оттащили Наташку в свою машину и положили на заднее сидение. Мария Петровна постелила свою кофту, свернула полотенце, подложила под голову Наташке. «Без сознания она!» – сказала Мария Петровна. «Головой, видать, сильно ударилась! Бедная!» Василий Игнатьевич вел машину. Мария Петровна всю дорогу смотрела за девушкой. «Куда ее быстрее доставить? Ближе Семашка или Боткина? Маша!» «Семашка ближе, Васенька! Поехали скорее!» «Вася! Она беременная! Только бы ребеночек не пострадал!» – расплакалась добрая женщина. «Что ж за ироды! Совсем оскотинились люди!» Когда Наташка пришла в себя, возле нее хлопотала медсестра. Яркий свет ударил в глаза. «Где я?» – прохрепела она. Рука болела нестерпимо. Ныла нога. Наташка здоровой рукой ощупала голову. «Бинт! Что с ней случилось?» «В больнице ты! Имя свое помнишь?» – спросила медсестра. «Да, я Ярилкина Наташа», – сказала Наташка. «Слава Богу! Очнулась и память есть. Так-то хорошо, что документы с собой у тебя в кармане были!» – с облегчением выдохнула медсестра. «А как я тут оказалась? Я не помню. А что вообще случилось, помнишь? Меня на ходу выкинули из машины. Непривычно ныл живот. Наташка потянулась к животу и обнаружила пузырь со льдом. «Что это?» – удивленно спросила она. «Ребенок! Где ребенок?» На Наташку напал дикий страх. «Я что, родила? Рано же еще!» «Успокойся, Наташа! Сейчас врач придет, все объяснит!» – медсестра отвела глаза. «Где он?» – Наташка попыталась вскочить, но не смогла подняться. От головокружения ее затошнило. Боль в голове остановила ее. Она со стоном упала на подушку. «Боже, как больно!» – в в работу вошел врач. «Здравствуйте, Наталья! Вы лежите, пожалуйста! После наркоза вам лучше полежать!» «Где? Где мой ребенок? Какой наркоз? Зачем?» – еле выговорила Наташка. «Наталья, ребенок не выжил!» – врач поправил очки. «Мы ничего не смогли сделать. Преждевременные роды. У ребенка была огромная гематома. И плюс ранний срок. Он еще не до конца сформировался. Простите!» «Господи! Нет!» – у Наташки из глаз потекли слезы. «Ее малыш! Ее ромашка! Его нет! Они убили и его!» «Наташа, успокойтесь! Вы совсем еще молодая женщина! У вас еще будут дети!» «Да как это так?» – Наташка ревела белугой. Так горько и больно внутри у нее еще никогда не было, даже после потери Романа. «Алена, дайте ей успокоительное!» – велел врач. Медсестра быстро набрала в шприц лекарство и сделала Наташке укол. «Наташа, успокойтесь!» «Поймите, что ничего нельзя было сделать. Вы сильно пострадали. У вас сотрясение, рана на голове, пришлось зашивать. Сломана рука, вывих ноги, и роды еще начались. Мальчик ваш не выжил!» «Мальчик, все-таки сын!» – Наташка захлебнулась слезами. «Почему вы не спасли его? Я считала, что даже пятимесячных младенцев выхаживают!» «Вам еще повезло, Наташа! Если бы вас не нашли эти люди, то еще неизвестно, выжили бы вы вообще. Мы всегда спасаем мать, прежде всего!» «И кто меня привез? Эти мордовороты?» Успокоительное начало действовать. Слезы у Наташки высохли, захотелось спать. «Нет, пара пенсионеров. Случайно вас нашли. Они ждали все это время, пока мы оперировали. Переживали за вас». «А кто они? Можно их увидеть?» – посмотрела Наташка на доктора. Тот кивнул медсестре. Мария Петровна и Василий Игнатьевич осторожно вошли в палату. «Ну как ты, дочка?» – спросил Василий Игнатьевич. Его жена прижимала платок к глазам. «Слава Богу, все позади, а то мы извелись там». Наташка заплакала, глядя на них. «Спасибо вам». «Ничего, ничего, все будет хорошо. Ты выздоровеешь, у тебя будут еще дети», – гладила ее по руке Мария Петровна. «Ты скажи лучше, как родственникам твоим сообщить, что ты в больнице? Муж твой где?» «Нету его. Убили», – потеряно ответила Наташка. «А теперь и ребенка его убили, сволочи». «Господи!» – Мария Петровна разрыдалась. «Бедная ты моя!» «Папа у меня в Елховке, и дочка маленькая. Вот им сообщить надо», – вспомнила Наташка. «Говори адрес», – сказал Василий Игнатьевич. «Мы с Машей к ним съездим». «Да, Маша?» «Конечно, Васенька», – Мария Петровна вытерла глаза. Глава 34. Валентина посчитала выручку за день, сдала инкассаторам, убрала документы со стола и собралась домой. Выходя из магазина, она увидела Альбину с Кристинкой. Сначала Валентина заторопилась было, чтобы уйти, но потом подумала и остановилась. «Альбина с внучкой. Выходит, и Наташка здесь». Альбина сделала свои нехитрые покупки, Кристинке купила мороженое и, взяв сумки, обернулась, чтобы идти на выход. Увидев Валентину, она остановилась, аж зажмурилась. Только бы не скандал какой, ведь с ней ребенок. Она не виделась с Валентиной ни разу так близко с тех пор, как они стали жить с Виктором. «Здравствуй, Альбина», – спокойно сказала Валентина. «Здравствуй, Валя», – Альбина волновалась. «Чего ожидать от Валентины?» Бабы в деревне говорили, правда, что худого слова Валентина в ее адрес не сказала ни разу, но все-таки… «Внучка гостит?» «Да», – кивнула Альбина и подтолкнула девочку к выходу. «Кристина, ты иди, дочка, погуляй». «Вот ведь бабушку-то она и не знает», – сказала Валентина. «Так, Валечка», – начала Альбина. «Сама же знаешь, как…» «Знаю», – отмахнулась Валентина. «Как живете?» «Хорошо», – совсем растерялась Альбина. «Что с ней? В себе ли?» С тех пор, как Валентина все узнала, она даже в сторону Альбины не смотрела, а тут спрашивает, интересуется. «Как Наташа? Приезжает?» – продолжала Валентина. «Или она здесь сейчас?» «Пока нет», – замялась Альбина. «Сказать или нет?» – решилась. «Беда у Наташи, Валя». «Что?» – в упор посмотрела на нее Валентина. «Мужа ее убили. Одна Наташа осталась». Глаза Альбины увлажнились слезами. «А разве она вышла замуж?» «Ну как вышла?» «Собиралась. Не успели они расписаться. Мы приехали на свадьбу, и там такое случилось. Ой, не приведи бог, и нам с Витей досталось». Альбина стащила с головы платок и вытерла глаза. «А чего она ждала?» – после мгновенного раздумья спросила Валентина. «Бандит и ворон. Как пить дать? Разве можно с таким? Сродо бы он не женился на ней. Она ж овца овцой». «Валя, он очень любил их с Кристиной. Уж и платье было куплено, и заявление подали. А нас как принимал хорошо. Ты не знаешь его?» – осторожно ответила Альбина. «Ну и что ж теперь? Она вернулась сюда?» – спросила Валентина. «Нет, Валя, не хочет. Горюет там. Одна». «Сама выбирала», – сказала Валентина. «Да уж, несчастье. Ладно, пойду я. Счастливо вам». «Валя», – Альбина вышла за ней на улицу. Валентина обернулась. «Ты же главного не знаешь. Он ведь ее беременной оставил. Так мечтал о сыне. А самого порешили». Альбина снова смахнула слезы с глаз. «Ох!» – вырвалась у Валентины. Она взялась за сердце. «Нет ума у ее дочки. Нет бы расписаться сначала. Господи, двадцать лет ей, и второй ребенок на подходе. Она что, с ума сошла? Кому? Не расписано, не прописано. Ну что за дура?» «Как же она теперь?» – в ужасе спросила Валентина. «Что делать?» – надумала. «Не знаю», – сокрушенно сказала Альбина, одним глазом следя за крестинкой, которая гоняла чужих кур по улице. «Звали мы к себе ее. Виктор сказал, чтоб ехала обязательно. С дитями поможем. Та ни в какую». Валентина застыла на минуту. Решение пришло молниеносно. «Вот что, Альбина, как увидитесь, ты скажи ей, чтоб ехала сюда. Пусть домой возвращается. Я одна, дом пустой. Вырастим детей». «Ладно, Валя, скажу», – закивала Альбина. В глубине души Альбина даже обрадовалась. Значит, еще не совсем очерствела душой Валентина. «И еще, Альбина, разошлись молодые наши. Вернулась вон моя с манатками. В город уезжает. Насовсем». У Альбины просто отвисла челюсть. Когда она осознала, только и сказала. «Пусть что хотят, Валечка. Я их не сводила. Сами решили». «Жаль, конечно». Альбина вздохнула и пожала плечами. «Кристина!» – позвала она девочку. «Идем домой». Валентина пошла домой, терзаемая тяжелыми думами. Как-то не так воспитала она дочерей. Одна вон замуж выскочила, поспешила, теперь с синяками ходит. Другая детей рожает. Не успела подготовить их взрослой жизни к настоящей жизни. Все дела, заботы, дом, скотина. И заработать надо было. А деть обуть девок, образование дать. Некогда ей было разговоры разговаривать. «Ох, снова Наташка беременная! Глупая!» Ладно, Олька хоть еще не принесла в подоле. Себя блюдет. Хотя, как блюдет? Паразитка. Спуталась вон с мужиком. А ведь сама замужем. И уже снова собралась. «Хочу его, и все тут». А он звал. Тут с одним бы замужем разобраться. Ольга пока не поехала в город. Куда ехать с таким синяком? Сообщила Павлу, что пока не приедет. Заболела, мол. Пока разговаривала по телефону в администрации, так бабы чуть глаза не сломали. Всем интересно было, почему она в черных очках. И по глазам видно. Все все понимают. Что благоверный ей навешал. Стыд-то какой. Сначала она твердо решила идти к участковому. Пусть он Сереге этому покажет, как руки распускать. Засадит его в тюрьму. Скотина неблагодарная. Но мать отговорила. Не велела позориться. Сама говорит виновата. На следующий день Оля с матерью пошли в дом Альбины. И Оля забрала свои вещи. Серега не препятствовал. У него болела голова с похмелья. И он провалялся весь день на кровати. Оля даже вздрогнула, когда вспомнила, как в тот вечер она сбежала от него, в чем была. Бежала, не разбирая дороги. Испугалась, что Серега ей лицо изуродует. Как он кричал на нее. Какими словами только не обзывал. Оля даже не подозревала, что он может быть таким. А когда-то боготворил ее. Наглядеться не могли друг на друга. Да пошел он. Ну и пусть. Теперь она свободна. Оля решила не мешкать и срочно подать заявление на развод. Она сидела в кухне и замазывала синяк тональным кремом. Все равно видно. Черт, когда же сойдет? Вот когда она теперь в город вернется? У нее экзамены. Скотина. И как он только посмел. Валентина зашла с сумками домой, бросила их у порога. Оля, ну-ка разбери сумки, обратилась она к дочери. Я занята, мам. Я занята, мам. Оля рассматривала себя в зеркало. Валентина. Валентина вошла в кухню. Валентина. 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 Альбина сказала, чтобы к ним жить ехала, а она не схотела. Мам, не напоминай мне об этой семье, скривилась Оля. Ну и что она теперь там делать будет? Возвращаться ей надо сюда. Не потянет она одна, ответила Валентина. Ты хочешь, чтобы она жила здесь после всего? Вскинулась Оля. Ну что ж ей теперь с детьми побираться, что ли, идти? — спросила Валентина. — Пусть делает, что хочет. Оля была верна себе. Если и вернется, так пусть вон Сережу себе забирает. Вот будет парочка, — хохотнула она. Ну, если он возьмет ее, конечно, с двумя-то детьми. — О, дурища! — покачала головой Валентина. — Чего несешь-то? Сама с ним разберись сначала. Валентина лежала без сна. Надо позвать Наташку домой. Ей помощь нужна теперь. Да и дома не будет так пусто и холодно. Люди, конечно, обсудят. Но сколько уже всего прошло, и столько обсуждали их семью за последнее время, что Валентине было уже все равно. Дома будет шум, детский смех, игрушки. То, чего так давно не было. Нет, определенно, Наташку нужно вернуть. Тут под присмотром больше глупостей не натворит. И так уж хватит. И так уж хватит. Двое детей. Валентина решила взять отгу и поехать к ней в город. Вот дура старая. Адреса-то она не знает. Не спросила. Нужно завтра узнать у Альбины. Хотя, почему завтра? Еще же не поздно. Валентина накинула плащ и пошла на край деревни в дом своей свекрови. Будь что будет. Альбина с Кристинкой, подходя к дому, увидели стоящую у калитки чужую машину. Ба, это кто ж нам пожаловал? Почему-то заволновалась Альбина. Баля, кто это? Спросила Кристинка, заглядывая бабушке в глаза. Гости? Мама? Не знаю, маленькая моя. Сейчас посмотрим. Она завела Кристину в дом. На пороге их встретил хмурый Виктор. Что, Витенька? Сердце у Альбины рухнуло. Беда у нас, Аля. Люди с города приехали. Наташа в больнице. Надо ехать. Глава 35. Виктор рассказал все Альбине. Горюшка, схлипнула. Да что ж так не везет девчонке-то? Ведь хорошая девчонка, добрая. Виктор и сам едва сдерживал слезы. Когда приехали эти люди, что нашли Наташу, муж с женой, он не подозревал даже о таких страстях. А когда сообщили о том, что случилось, его чуть удар не хватил. Хорошо, что хоть Кристины рядом не было. Да когда же кончатся все эти неприятности? Как Роман появился в жизни Наташи? Сколько они всего пережили? Альбина заметалась сразу по дому, собирая сумки в дорогу, нарезая бутерброды на скорую руку, наливая чай в термос. В шкафу в спальне из схрона достала деньги. Мало ли, врачам дать. Витя, а Кристину куда ж? Вдруг встала она посреди комнаты. Как куда? С собой возьмем. Виктор торопливо одевался. Собирайся. Витя, негоже сейчас ей мать в таком состоянии видеть. Напугается ведь. Укоризненно сказала Альбина. Ну и куда мы ее? Раздался стугу дверь. Господи! Простонал Виктор и поспешил открыть. Кого еще там нелегкая принесла? Увидев на пороге Валентину, он даже закашлялся от неожиданности. Валя? Здравствуй, Витя. Я это... Хотела спросить... У Валентины повыскакивали все слова из головы. Она растерялась. Мне нужен Наташин адрес. Мне Аля сказала, что неприятности у нее большие. Входи, коротко сказал Виктор. Это не неприятности, Валя. Это полный... После услышанных новостей Валентина вся побелела. Что ж такое, Витя, Аля? Ка бы я знала... Ладно, Валя, ты знать-то ничего не хотела, оборвал ее Виктор. Чего уж теперь? Валя, мягко сказала Альбина, мы сейчас едем к ней, к Наташе. Ты сможешь побыть с Кристиной, пока мы не вернемся? Конечно, растерянно пролепетала Валентина, забыв о том, что завтра на работу. И Виктор с Альбиной уехали. Кристина вернулась со двора. А где деда с Балей? Спросила она у Валентины. Ты меня знаешь? Вместо ответа спросила Валентина у девочки. Знаю. Ты моя бабушка Валя. Просто ответила Кристинка. А откуда знаешь? Мама рассказывала. И дед, и Баля. И фотографии я видела твои у нас в альбоме у мамы. Только ты меня не любишь почему-то. Это кто тебе сказал? Валентине стало невозможно стыдно. Она вся покраснела. Хорошо, что Кристинка еще ребенок. Никто не сказал. Сама поняла. Ты к нам в гости не ходишь и к себе не зовешь. Подарки не даришь. Неправда это. Просто так у взрослых бывает. Знаешь что, а давай знакомиться заново. Давай, легко согласилась Кристинка. Я Кристина Ярилкина Сергеевна. А я Валентина Ярилкина, бабушка твоя. А я читать уже умею. Меня мама и Баля научили. Мне на следующий год в школу, сообщила Кристинка. У Валентины стало горячо и мокро в глазах. Сколько же времени упущено. Но почему она не могла совладать со своей гордыней? Все пропустила. Вон уже какая большая девочка. Скоро в школу. Смышленая, шустрая, хорошенькая. А коса какая. Как у самой Валентины в молодости. Через некоторое время, когда Кристинка уже перестала ее стесняться, показала все свои фотографии и игрушки, Валентина покормила ее. Накупала и уложила спать. Длинные русые волосы раскидались по подушке. Кристинка сладко спала. А Валентина смотрела на нее и тихо плакала. Альбина с Виктором добрались, наконец, до больницы. Виктор уговорил врача пустить его к дочери. Наташка лежала с забинтованной головой, с синяками под глазами, рука в гипсе. Но чувствовала она себя уже гораздо лучше. Слава Богу, у нее крепкий и здоровый молодой организм. — Папа? — обомлела Наташка, увидев отца. — Дочка. Он осторожно обнял ее. — Ну как же так-то, а? — Я не знала, папа. Выследили они меня, наверное. Хотела тихонько деньги на книжку положить. В машину затащили. Сама сглупила. Нужно было сидеть и молчать. И я бы цела осталась. И ромашка. Наташка расплакалась. — Ну все, будет тебе, дочка. Отец сам не мог сдержать слез. Сколько же пришлось перетерпеть его кровиночки. Чтоб они сдохли, все твари бандитские. — Все будет хорошо, Наташа, — сказала Альбина. — Ничего, в жизни и не такое еще бывает. Ты молодая. Человек тебе найдется. Будешь мамой еще. Не плачь. — Жалко малыша, — посмотрела на нее Наташка. — Что ж, Наташа, не судьба, видать, ему родиться. Вслед за отцом ушел. — Альбина перекрестилась. — А ведь вон вдруг бы вот спасли его доктора. Да дурачком остался. Наташа, на все божья воля, дочка. Наташка задумалась. А ведь Альбина права. Ничего уже не вернешь. Так было угодно судьбе. — Папа, вам же ночевать негде, — спохватилась Наташка. — Вы, папа, в доме, может, пока поживете? — Где остановиться-то вам? — Ключ вот, в плащ я положила. — Хоть за домом присмотрите. А то я неделю тут уже. — Господи, — Альбина снова перекрестилась. — Витя, лучше в машине заночуем. Боюсь я дома этого, Бесовского. — Ну, проверить дом надо, Аля, поехали. Ты лечись, дочка, держись. Мы завтра придем. Отец поцеловал ее в бинт на голове. Альбина с Виктором подъехали к дому. Виктор вытащил ключ и велел Альбине посидеть в машине, пока он все не проверит. Альбина тряслась от страха. Виктор никак не мог справиться с замком. Ключ к замку не подходил. — Что за черт? — пробурчал Виктор. Внезапно дверь открылась. На пороге стояла незнакомая девушка. — Здравствуйте, вам кого? — спросила она. — Вы кто? — спросил Виктор, подумав, что, может, это Наташкина подружка какая-то. — А вы? Мы новые хозяева. Позавчера вот переехали, купили этот дом. А вы сосед? — Как это купили? У Виктора вытянулось лицо. Тут наша дочка с внучкой жили. Хозяин умер, но они-то прописаны. — Этого не может быть. Коля! — позвала девушка. Вышел полноватый, короткостриженный мужчина. Хмуро взглянул на Виктора. — Здрасте. Чего тут? — Коль. Говорит, вот тут его дочка прописана с ребенком. — У нас вот справка из паспортного стола. Коля принес папку с бумагами и показал Виктору справку, датированную неделей назад. — Тут не прописан никто. Мы б не купили с прописанными. Нам зачем оно? Мне сказали, что тут был хозяин, Казаков Роман Михайлович. Вот от него доверенность на продажу. Продавал за него человек. Вот договор. Мы у нотариуса его оформили. Так что нет тут никого. Но тут вещи моей дочери и внучки. Они жили здесь. Ремонт делали, мебель покупали. Виктор посмотрел справку. Там действительно было написано, что по данному адресу никто не прописан и не проживает. Он недоуменно посмотрел на пару новых хозяев. — Нас предупредили, что может прийти девушка за вещами. Вот я собрала, — сказала новая хозяйка. — В дом я вас пустить не могу. Мы вас не знаем. Уж извините. У порога стояли большие сумки. — А вы правда отец бывшей хозяйки? Может, тогда вы и заберете вещи? — Нет уж, — Виктор стал пятиться назад. — Пусть сама приходит. Ей лучше знать, какие вещи. Альбина с нетерпением ждала мужа в машине. Виктор вернулся чернее тучи. — Что, Витя? — спросила Альбина. — Кто эти люди? — Ох, Аля, похоже, осталась наша Наташка без всего. Говорил я ей, нечестно это все, нетрудом нажито. Дом продан, это новые хозяева. В справке написано, что не прописаны там наши. И доверенность от Романа на продажу. Не знаю, поддельное или правда сделал. Теперь и не знаю, что он за человек был. Фикция, липа какая-то. — Ох, — Альбина прикрыла рот рукой. — Ну что же, — Виктор завел машину. — Мне жили богато, нечего и начинать. Поехали, Аля. Разбираться будем после. Глава 36. Наташка вышла из больницы спустя почти месяц. Очень хотелось уже домой. Сколько можно там валяться? Рука зажила, гипс сняли. Осталась только глухая боль от потери малыша. Поселилась где-то глубоко в животе. Наташка запретила себе думать об этом. Все прошло, как будто и не было ничего. И так вон целая куча проблем, которые нужно решать. Нужно найти работу, разобраться, что делать с домом. Все это время папа с Альбиной и Кристинкой приезжали к ней, возили гостинцы. Наташка была им очень за это благодарна. Ни мама, ни Оля не навестили ее в больнице ни разу. Хотя Альбина сказала, что оставляла Кристину с бабушкой. То есть мама все знала, но все же не приехала. Горько было на душе у Наташки. Хоть она и уже научилась жить без мамы. Родня. Конечно же, отец рассказал ей про дом. Наташка была вне себя. Это что же такое? Какие-то люди в нем поселились. Кто им продал? Ромы уже нет? Множество мыслей роились у нее в голове. Сколько вопросов и ни одного ответа. Наташка, полная решимости, настроилась после выписки поехать туда и дознаться. Как это, продали дом без их ведома? Отец с Альбиной все время отговаривали ее. Отец считал, что дом нажит не ею, и прав на него она не имеет. Альбина вторила, что дом этот проклятый. Но Наташка, забрав выписку из больницы, взяв сумку, все же поехала туда. Все та же молодая хозяйка объяснила ей, что дом приобретен ими вместе с обстановкой. Показала документы. Наташка опустила голову, со вздохом забрала вещи свои и Кристинкины, и, окинув последним взглядом дом, в котором жила совсем недолго и с такой любовью обустраивала, вышла на улицу. Что же делать? Наташка поймала машину, сложила туда сумки. Тут ее осенило. У них же с Кристинкой тут прописка. В паспорте, штамп. Как это так, не прописаны? Откуда взялась эта справка? Это подделка какая-то? Наташка решила дознаться и поехала к паспортистке, которая их выписывала из квартиры и прописывала в дом. Здравствуйте, начала она. Паспортистка посмотрела на нее поверх очков. — Девушка, у нас скоро обед. У меня срочное дело. Тут такая ситуация. Наташка твердо решила, что не уйдет отсюда, пока все не узнает. — У меня в паспорте стоит прописка, а вы почему-то людям справки даете, что никто не прописан. Мы с дочкой остались без жилья. Паспортистка быстро поняла. Этот злополучный дом, вот чуяло ее сердце. Эти люди, которые приходили. Она быстро оглянулась, не слышит ли кто из коллег их разговор. — Нет, девушка, по данному адресу никто не зарегистрирован. Она показала Наташке совершенно чистую учетную карточку. — Странно, вы и адрес наш помните? — ехидно спросила Наташка. — Что-то тут не то. — Забудешь тут. Приезжали мордовороты. Попробуй не сделай по их воле. Наташка вытащила из кармана паспорт и показала ей. — А это что, по-вашему? — Ждите меня на улице. Сквозь зубы тихо сказала ей женщина. Через пять минут у меня перерыв. Не поднимайте шум, пожалуйста. Это в ваших же интересах. Наташка остолбенела. Положив паспорт в карман, она вышла на улицу. Через несколько минут там оказалась и паспортистка. — Наталья, как бы вам сказать... В общем, меня вызвал начальник и велел заменить карточку. Мне пришлось это сделать. Меня заставили. Люди, которые продавали этот дом, они очень серьезные и опасные даже. Я знаю, что у вас дочка. Не лезьте вы в эту историю. — Да как же? Мы же на улице остались с дочкой. Начала было возмущаться Наташка. — Ни дома, ни прописки теперь нет. Вы понимаете? — Да, но если вы будете ходить и искать правду, вас попросту уберут. Наташа, понимаете, все уже сделано. Единственное, чем могу вам помочь — поставить штамп по выписке задним числом. Паспортистка понизила голос и оглянулась, не видит ли их кто. А лучше вам вообще паспорт поменять, сообщить об утере и восстановить. Наташка была в ужасе. Это, наверное, те, кто убили Рому и их ребенка, из-за которых она чуть не погибла. — Нет, наверное, и правда лучше не связываться, — правильно папа сказал. — Неужели Рома это подстроил? Доверенность какую-то дал. Когда? Или все подделали после его смерти? Нет, он не мог. У Наташки на глаза навернулись слезы. — Пропади оно все пропадом. Значит, на нечестные средства заработано и куплено, раз так легко уходит. И так спасибо, что жива осталась, но малыша потеряла. Последние ниточки, связывающие ее с Романом, теперь были порваны. — Хорошо, ставьте штамп, — согласилась Наташка. — Никуда я не пойду, можете мне поверить. Пусть подавятся эти сволочи. Паспортистка вздохнула с облегчением. — Это правильно, Наталья. Вы просто не знаете, что это за люди. — Да знаю, — с горечью сказала Наташка. Она взяла паспорт и побрела по улице. Ну вот, ни прописки, ни расписки. Ни баба, ни девка. Черт его знает, что это было. Наташку взяла досада. — Как мог Рома так с ними поступить? А может, можно еще как-то побороться за дом? Может, найти Бугая? Он был Роминой правой рукой. Он должен быть в курсе. Только где его искать? Может, он в ресторане бывает? Нужно как-то собирать себя в кулак и жить дальше. Можно снять комнату в городе, устроиться на работу, забрать дочку. О, а может, вернуться в ресторан? Вот что. Нужно зайти к Светке, все узнать, спросить. До автобуса в деревню было еще три часа. И Наташка с баулами решительно отправилась к подруге. Светка, увидев ее на пороге, разревелась и бросилась ее обнимать. — Наташка! Господи, живая! Слава Богу! — Свет, ты что? Наташка обнимала подругу. — Я про Романа знаю все, а ты как исчезла. И все, ни слуху, ни духу. Я уж думала... Ох, ты в деревню уезжала? — Нет, я в больнице была долго. — Проходи скорее. Я так рада, что с тобой все хорошо. Света проводила ее в комнату, быстро поставила чайник, вытащила сушки. Ну, рассказывай, как дела? — Наташка принялась рассказывать подруге обо всем. — Да уж, — задумчиво сказала Света. — Накидала тебе жизнь. Аж с горкой, подруга. Что делать-то будешь? — Вот хотела спросить у тебя. Может, мне опять в ресторан устроиться? Работать где-то надо? — Тю, ресторан. Я увольняюсь. Туда никто не ходит. На одних поминках и свадьбах и живем кое-как. Зарплату задерживают. Продукты закупать не на что. Денег нет у людей по ресторанам ходить. Посмотри вон, что в стране творится. Это ты за ним жила, как за стеной. А мы тут хлеб с маргарином хаваем. — горячо заявила Света. — И еще, Свет, ты не видела в ресторане Бугая, Кеду, ну, Роминых друзей? Не найти их надо. — Так ты что, ничего не знаешь? — вытаращила глаза Светка. — Нету их больше. Порешили всех. Расстреляли в машине прямо. Всех сразу уложили. Тут шум на весь город стоял. Поминки у нас в ресторане были. — Как расстреляли? — охнула Наташка. — Ну все, никто больше не поможет. Надеяться не на кого. — Да, тут такая свара была. — Да, ты что? Какие-то залетные наехали, их грохнули, все себе забрали. Вон Танька Рыкова рассказала. Она на рынке стоит. Говорит, казак еще по-божески брал. А эти черти все соки выжимают с рыночных-то. Чуть что ножу в горлу. — Да ты что? — не верила своим ушам Наташка. — Что же теперь делать? — А я на север намылилась, — сообщила Света. Ухожу я из ресторана. Чего за копейки горбатиться? Тут за хату платить надо, а нечем. — А что там? — спросила Наташка, все еще не отойдя от услышанного. — А в Сургут? Ребята там трубопроводы прокладывают. Устроюсь в столовку, вахтовиков кормить. А чего? Квартиру потом дадут служебную. Замуж муж выйду. Мужиков-то там полно. Тут Свете пришла в голову блестящая мысль. — Слушай, а поехали вместе? — Не знаю. У меня же Кристинка, — захлопала глазами Наташка. — А что, Кристинка, с собой возьмем, в сад устроим. Делов-то там людей ценят, платят хорошо. — Надо подумать, — ответила Наташка. — Думай, только недолго. Я вот уже комиссию скоро буду проходить, — ответила Светка. Подруги еще посидели, и Наташка поплелась с сумками на автостанцию на автобус. — А что, это выход. В деревне она жить не будет, а в городе опасно. Решение ехать показалось ей сейчас наилучшим. Она уедет, будет работать, дочка с ней рядом, и забудет все это, как страшный сон. Наташка приехала в деревню, бросила сумки у порога, устала. — Мама, мамочка! — бросилась ей на шею Кристинка. — Наконец-то ты дома! — Солнце мое! — обнимала ее Наташка и целовала в макушку. — Ну как ты тут? — Я с бабой Валей теперь дружу, в гости она берет. Бантик поймал мышь сегодня, а Баля и деда мне вот купили альбомы, краски. Смотри, вот гуашь, вот акварельные. Посмотри, мамочка, я рисую! — тараторила Кристинка. Комната, где раньше жили Кристина с Наташкой, была вся увешана рисунками. — Как здорово, дочка! — Наташка не могла насмотреться. Кристинка красиво рисовала, у нее таких способностей не было. Надо же, ее ребенок! Большая какая стала, на следующий год уже в школу. Нужно устраиваться на работу, зарабатывать для дочки. Что она увидит в деревне? — Ты больше не уедешь, мамочка, ты выздоровела? — спросила Кристинка, глядя матери в глаза. — Да, я выздоровела, все хорошо, мы будем вместе с тобой всегда, — ответила Наташка. Отец пришел с работы. — О, кто у нас тут? Наконец-то! Привет, дочь! — он обнял Наташку. Альбина разогрела суп, сели обедать. — Ну, как дела? — спросил отец. Наташка рассказала и про дом, и про паспортный стол. — Правильно все, не твое это, — рассчитала, сидела с концом. Проживем мы без этих богатств, — сказал Виктор. — Папа, поговорить мне надо с тобой, — начала Наташка. — Я тут у Светы была, она позвала на север работать. Зарплата большая, квартиру дадут. Заберу Кристину. — Ты что, оставайся в деревне, мы тут, рядом, поможем. Отец не хотел, чтобы Наташка снова куда-то вляпалась. Не дай бог, что... Папа, контора нормальная, новострой, все официально, по трудовой книжке, оклад хороший, я узнала. Света тоже устраивается. В деревне не смогу я, а в городе боюсь. — В город даже не думай, этот город вон что с тобой сделал, — строго сказал отец. — Вот что, если хочешь и в силах, езжай, а девочка пусть пока тут останется. Вот обустроишься там, тогда посмотрим. Негоже ребенка таскать неведомо куда. Через неделю они со Светой устроились на работу и прошли комиссию. Наташка собрала нехитрые пожитки. Шубу пришлось продать, чтобы были хоть какие-то деньги на первое время. Наташка купила себе теплое пальто. Север все-таки. Бабушкины деньги она решила оставить на черный день. Мало ли. Наташка купила билет, и они со Светой улетели в чужой город в новую жизнь. Глава 37. Новую Наташкину жизнь нельзя было назвать легкой. Устроились они в Трестовскую столовую. Работали с пяти утра, на ногах весь день. Автобус забирал их каждое утро и вез в столовую. Наташка досыпала в тепле. Рабочих много. Все кругом варилось котлами. Это тебе не ресторан. К вечеру Наташка занималась какими-то домашними делами или вязала, а в десять вечера уже спала без задних ног. Девчонки умудрялись еще развлекаться и ходить на свидания. Мужиков было хоть косой коси. Наташка была одержима желанием скорее привезти ребенка, обустроить комнату. Ей было не до романов. А вот Света охотно флиртовала с парнями и ходила на свидания. Потом весь день в столовой клевала носом, но от свиданий не отказывалась. Уж очень хотелось ей выйти замуж. Сначала дали им со Светкой комнату в общежитии. Лидия Борисовна, директриса в столовке, обещала выхлопотать Наташке комнату отдельную. Все знали, что скоро она заберет крестинку. А пока они с другими молодыми девчонками жили все вместе. Праздники отмечали, поддерживали друг друга, одалживали вещи, ходили на дискотеки. Вот и сейчас Светка уже куда-то наряжалась, прихорашивалась. Наташка поражалась. Постоянно у ее подруги какие-то свидания. После всего, что с ней произошло, Наташка твердо решила ни с кем больше не связываться. Хватит с нее этих мужиков. Ей надо скопить денег, забрать крестинку. Она ее уже несколько месяцев не видела. Только письма и рисунки, которые Альбина заботливо вкладывала в каждое письмо. И записки от дочки. Она научилась писать и читать. Горько было Наташке. Каждое письмо она смачивала слезами. Так хотелось забрать дочку. Она очень скучала. Альбина писала регулярно. Наташка не медлила с ответами. Хотя писать было особо не о чем. Кристина росла без нее. Наташка мучилась от того, что ребенок не рядом с ней. Ну что поделаешь. Кроме как тут и заработать было больше негде. А здесь она к тому же здорово экономила на продуктах. Почти всю зарплату откладывала на книжку. С бабушкиными уже набежала хорошая сумма. Через месяц у нее будет отпуск. Наташка решила ехать за Кристиной. Лидия Борисовна обещала дать ей неделю за свой счет. А организация – место в саду. А потом Кристина и в школу пойдет. Нужно только вещи теплые купить. Растет не по дням, а по часам ее кровиночка. Отец с Альбиной были против. Север, холодно, болеть будет девочка. Климат суровый. Но Наташка твердо решила – ничего, адаптируется. Не навсегда же они тут. Поработает, поживут пока тут. Посмотрят, денег скопят. Зато вместе. А что в деревне? Где работать? В город Наташка решила не соваться от греха подальше. А тут зарплата хорошая. Плюс продукты из столовой. Они регулярно делили шабашку. Проживут. Первый раз Сашка увидел ее в столовой. Наташка обычно работала на кухне. Но сегодня Лидия Борисовна поставила ее в зал собирать посуду со столов. Наташка проплыла мимо него с тележкой. Забрала тарелки. Он аж подавился. Юрка Лебедев, его друг, засмеялся. Ты чего это, дружище? Стал стучать ему кулаком по спине. Или так понравилось? Кто это? Откашлившись, спросил Сашка. Поварешка новая. Приехали издалека с подружкой. Ну, Светка такая. Ты помнишь? Светку Сашка помнил. А вот эту королеву он не знал. Наташка же не появлялась в компаниях. Отсиживалась дома. Какая красавица. И в теле. Волосы густые. Шустрая такая. С того дня не стало Сашке покоя. Очень она ему понравилась. И во сне снилась. Только глаза закроет. Она улыбается. Все он вызнал о Наташке в отделе кадров. Там работала его знакомая. Через нее он и устраивался сюда год назад. Марина сказала ему имя, откуда приехала, где живет, что не замужняя. Как бы подкатить к ней. Мысли все его были о Наташке. А ничего не подозревающая Наташка по-прежнему работала на кухне. И увидеть ее не было возможности, кроме как дождаться окончания смены. Сашка решил познакомиться с ней во что бы то ни стало. Месяц он боролся с искушением. Думал, пройдет. Не прошло. Он дождался ее с работы. Наташка вышла. И он сразу подошел к ней. Наташка даже испугалась. Она замечала его в столовой, в основной массе рабочих. Но особого внимания не обратила. Он был как все. У Сашки повылетали все слова из головы, когда он посмотрел ей в глаза. А ведь он готовился. — Тебе чего? — не выдержав, спросила Наташка. — Чего ему надо? Странный какой-то. — Познакомиться хочу с тобой. — Наконец вымолвил Сашка. — Спасибо, но я не знакомлюсь. Отрезала Наташка и собралась обойти его. Руки оттягивала сумка с продуктами. Сашка не дал ей уйти. — Почему не знакомишься? Живая ведь, молодая. Я узнавал, не замужем. — решительно сказал он. — Хм, где это ты узнал? — хмыкнула Наташка, переложив тяжелую сумку в другую руку. Он увидел это и взял сумку у нее из рук. — Ты что делаешь? — В кадрах. В одной же фирме работаем, — сказал Сашка. — Ну, узнал и молодец. — Пока, мне пора. Наташка попыталась взять сумку, он не отдавал. — Постой, я провожу тебя. Сумка тяжелая. — А тебя как зовут? — спросила Наташка. — Александр, Саша, — ответил Сашка. — Очень приятно, Саша. Ну все, пока. Наташка забрала сумку, развернулась и пошла от него в сторону автобуса. Придя домой, она застала Светку в бегуди. Та снова куда-то собиралась и красила ресницы. Наташа выложила продукты в холодильник и поставила греть чайник. — Куда намылилась-то, — спросила она у Светы. — Тебе же на смену завтра. — Успею. Ты чего смурная такая? — спросила у нее Светка. — Да вон пристал один. Знакомиться все бы им, — отмахнулась Наташка. — Ну а ты что? — Нет, не надо мне. Мне крестинку надо забрать. — Наташ, ну ты странная. Ты же еще молодая. Ну мало ли что было. Жить нужно дальше, — сказала Света. — Нет, Свет, одни беды мне эти парни приносят. Наташка подошла к окну и с удивлением обнаружила сидящего на лавке Сашку. — Это в тридцатиградусный мороз-то. — Ну ты только посмотри на него, — воскликнула она. Сашка сидел на лавочке и курил. — Вон сидит, выжидает. Светка подбежала к окну. — А-а-а, так это Сашка. — А ты что, его знаешь? — недоуменно спросила Наташка. — Конечно, в компании виделись. Он на КАМАЗе работает. Нормальный парень, кстати. Не пьет, как другие вон, заливаются. — Ну а ты что, пригласи его, ведь замерзнет, — обернулась к ней Света. — Не знаю, я его не звала, — отвернулась Наташка. — Ну нельзя же так, Наташ! Света выжидающе смотрела на подругу. — Да блин! Наташка фыркнула, оделась и вышла. Сашка вскочил с лавки. Сигарета выпала у него из рук. — Ну и чего ты тут уселся? — сурово спросила она его. — Тебя ждал. Глава 38. Сашка Каштанов пришел с армии полтора года назад. До службы, еще со школы, встречался с Ларисой Поповой, своей одноклассницей. Провожала она его в армию, обещала ждать. Все два года переписывались, обсуждали предстоящую свадьбу, мечтали о детях. Но за несколько месяцев до дембеля Лариса вдруг пропала, перестала писать. Сашка сходил с ума, продолжал писать каждый день, в пустоту, ответа не было. Писал своей матери, просил узнать, но она тоже ничего не знала. Считал с тревогой дни до дембеля. Когда приехал в родной город, отслужив, сразу побежал к ней, к Лариске, минуя даже родной дом. Наверняка что-то случилось, но не может этот человек просто так молчать. Он верил и любил. Он позвонил в дверь, и пока ждал, сердце его обрывалось. Минута показалась ему вечностью. — Ну где же ты, Лариса? Ничего не подозревающее Лариса открыла, охнула, глаза ее округлились. Она растерялась, прикрыла за собой дверь и вышла в подъезд. — Сашенька, — прошептала она, — я не знала, что ты уже вернулся. — Привет, — не понимая, в чем дело, спросил Сашка. — Ты что, даже не впустишь меня? — Нет, Саша, извини, не могу. Лариса явно нервничала и оглядывалась на дверь. — Что-то случилось? — Почему? — Лариса, ты не писала. Я уже черт знает, что тут надумал. — Саша, тут такое дело, — нервно покусывая губы, сказала Лариса, теребя воротник халата. — Какое дело, Ларис? Ты что? Я несся, как лось, на всех парах, и домой еще даже не зашел. Мать еще не видел. Сразу к тебе. Я, Саша, замуж вышла, — тихо сказала Лариса и опустила голову. — Как замуж? — тупо повторил он. — Ты что, шутишь? И я... — Не шучу, Саша. — Ну, прости, так получилось. Ждала, ждала, а полгода назад встретила Георгия. — Георгия, значит, — повторил Сашка упавшим голосом. — И где встретила? — Ну, какое это имеет значение? — Ну, мы же договаривались. Ты что, Ларис? Он схватил ее за плечи, легонько потряс, словно пытаясь разбудить. — Помнишь? Души не чаяли друг в друге, любили, рассветы встречали. А выпускной? Ты меня в армию провожала, ты ждать обещала. — Да, — щеки Ларисы пылали. — Но, понимаешь, Георгий, он... — Нет, не понимаю, Ларис. Сашка повернулся, чтобы уйти. Внутри все сжалось от боли и обиды. — Ну что же, совет вам да любовь. — Саша, ну я прошу тебя... Лариса схватила его за рукав. — Не обижайся. — Да пошла ты. Выходя из подъезда, он со всей силы ударил в стену кулаком. Костяшки хрустнули и побагровели. Боль внутри даже стала тише по сравнению с болью в руке. — Сука! — Прошептал он и выскочил из подъезда. Не дождалась. Не дождалась. Как же так? А он собирался жениться и детей завести. А она вон какая оказалась. Сашка добрался до дома. — Сашенька, сынок, господи! Мать от радости захлопала в ладоши. Ты как снег на голову, сыночка моя родная, вернулся! И бросилась его обнимать. — Господи, что ж ты не написал? Я бы стол собрала, ведь все ждут. Дядя Коля с тетей Полиной, Андрюшка, Оксана, Верочка. Как же! — Да ладно, мам, сюрприз! Сашка, вяло улыбнувшись, обнял мать. — Ничего, позже всех соберем. — А чего хмурый ты такой, сынок? Радость ведь у нас! Мать смахнула слезы радости и поспешила на кухню. — Надо хоть накормить сына. Скоро поставила кастрюлю на газ. Хорошо хоть борщ есть. Сашенька ее вернулся. Слава богу, живой! А ведь он писал, что сам в Афганистан просился. В 1989 году его тогда только призвали. Уперся и все, пойду на войну. Слава богу, не взяли его тогда. А сколько ж слез она пролила, не дай бог никому. Он ведь младшенький ее, последыш. Родила уже в возрасте. Уж больно муж ее, Толечка, сына хотел. Оксанка уже выросла, а никак не получалось. Эх, Толечка! А сам ушел от инфаркта через семь лет. И взрослого сына не увидел уже. Такая судьба. — Сейчас я тебе борща разогрею, — захлопотала Анна Николаевна. — Так что грустный-то? Домой ведь вернулся. Радоваться надо. — Да, мам, к Лариске зашел. Замуж вышла. Не дождалась. Отвернулся Сашка к окну, глаза обожгло горячей обидой. — Господи, сынок, да как же, ведь дружили сколько! Нож, которым мать нарезала хлеб, вырвался у нее из рук. Мать осела на табуретку. А я смотрю, что-то не заходит давно. Но, эх, вообще Анне Николаевне нравилась Лариса. Воспитанная, красивая, отличница. И ее оболтусу всегда помогала. В институт поступила, училась. Сашку тянула в институт, но провалил он экзамены, в армию ушел. Мать Ларисы воспитывала ее в строгости, всему научила. И порядок наводить, и пирог испечь. Прямо готовая сноха. Но если первое время Лариса хотя бы иногда забегала наведать мать Сашке, то теперь уже давно ее Анна Николаевна не видела. Мать налила борщ в тарелку, нарезала хлеба. Сашка сидел на подоконнике и дымил сигаретой. — Кушай, сынок, — сказала Анна Николаевна. — А то поди забыл уже про домашнее-то. А Сашке кусок не лез в горло, как будто сжалось все внутри. — Как теперь жить, мама? Сашка выбросил бычок в окно и посмотрел на нее. — Ой, сынок, ну что же, жизнь, что ли, кончилась, ей-богу, — укоризненно сказала Анна Николаевна. — Мало ли девчонок хороших, ты ешь, ешь, все пройдет. Сашка нехотя взялся за ложку. — Как пройдет? Ему сегодня словно сердце вырвали. — Эх, Лариска, кто бы мог подумать, что такое кажется? А вскоре Сашка узнал, что Лариса оказывается беременна. Вернее, увидел ее на улице. Она, завидев его, перешла со своим мужем на другую сторону. Пришел домой Сашка с каменным лицом. Не смогу я, мама, тут, в одном городе, с ней, видеть ее не могу. Уеду я лучше. Вон набирают ребят на север, трубопровод прокладывать. Я узнавал. Права у меня есть, водителем на КамАЗ пойду. — Ты что, сынок, куда? — всполошилась Анна Николаевна. — Квартира у нас трехкомнатная, живи не хочу. Ты ж молодой еще, да найдешь ты еще себе невесту. Ну какой север? Но Сашка не послушал мать. На следующий же день пошел в трест, подал документы и через пару недель уехал. Анне Николаевне ничего не оставалось, как благословить сына. Взрослый, разве удержишь? Но она была за него спокойна. Парень он хороший, работящий, непьющий. До армии вон еще работал, чтобы матери помочь. Отца-то уже не было. Да и денег заработает, машина у него в мечтах. Теперь только и оставалось Анне Николаевне ждать писем от сына. А Сашка уехал навстречу своей судьбе, сам того не ведая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!